А у меня на ладони правой руки появилась шишка ниже мозоли безымянного пальца. Иногда побаривают при нажатии. Во время голодания оно становится меньше. Какое именно у вас голодание, мы не знаем. Сухое, мокрое, с чем оно. Поэтому сразу все нужно будет уточнять. Многомерная медицина не помогает. Ну, вряд ли вы ей так владеете. Чтобы так вот утверждать. И к тому же медицина вообще никому не помогает. Помогает только сам организм, который правильно, сознательно, либо бессознательно выбирает модели существования, скажем так, в общем. Поэтому такие у вас утверждения, извините, они просто базарные. И что она вам не помогает. У нас хирургия вам поможет помочь. Отрезать просто и все. Так что шишка не растет, но не уходит. А вы хотели просто чисто многомерной медицины, вы считаете, не запустила этот процесс. Ну, там что-то и на физике должно будет происходить. Ну, скорее всего, извиняюсь, это у вас кривые мысли, а потом и руки. Очень похоже на скопление нанометаллов, которые при выходе начинают разрушать ткани сухожитель. Ну, не знаю, не знаю, что-то про нанометаллы. Вообще, конечно, и орудует тут, да, есть. Но то, чтобы оно вот так вот было в шишечке, надо смотреть. Да, там может быть инфекционная, неинфекционная природа, накопление каких-то шлаков. Ну, все это, конечно, не просто так. И, кстати, метафизически, значит, оно у вас, скорее всего, тоже не проработано. Добро пожаловать на консультацию, если не справитесь и как-то вот еще кто-то вам не поможет. Ну, вообще, никто вам и не собирался здесь помогать. Здесь вы работаете, меняется ваше состояние, инструменты начинают работать. Иногда самые простые вещи просто все это, как бы, это эффект парадокса. Все это, как бы, либо вы вот мучаетесь, да. Просто надо понять, там, определить еще, зачем вы этот сценарий поддерживаете и готовы ли вы из него выйти. Давайте, дальше пишет нам как раз Наталья Родионова. Давайте прочтем, что у нас здесь есть. А, ну, это мы уже... Может быть, этого и не было. Благодарю Всевышнего, о Боже мой. Ну, вот, опять, главное, чтобы это было не вынесено из вас, да, то есть, этот, как бы, Всевышний, вы его, как бы, ребенок, вы его семье, то есть, ну, вы благодарите, по сути, свою внутреннюю семью за то, что вы так вовремя пришли ко мне. Со своими знаниями я не успела наделать очень много ошибок. Не знаю, Наталья Родионова, судя по всему, вы уже зрелый человек, и какие-то ошибки вы явно уже наделали, как и мы все в той или иной мере. Вот всегда была против клизмы голода. Ну, здесь нет такого, что это очень страшно. Иногда, может быть, экстренно клизма, особенно для ребенка, с температурой, и очень даже неплохо. Голод, опять же, что мы им называем? Если это пищевая пауза, которая не приводит человека к откатам и к каким-то острым состояниям, может быть, она и ничего. Особенно, если человек уж к этому готов. Интуиция не подвела. Изучаю канал, читаю вашу книгу. Ну, это не совсем книга, там просто, скажем так, свод пунктов, да. Благодарю, желаю вам неиссякаемой энергии. Ну, энергия-то она неиссякаема, мы просто ее, скажем так, не туда направляем. В том числе и вынуждены бессознательно. Какие-то процессы той же чистки, восстановительные. Дмитрий Александрович, если соленая ванна сочетается с контрастным дужем, то как лучше сначала ванна, потом контрастный дуж или наоборот? Соленая ванна, ну, я бы вот опустился бы в соль, да, отмокать надо, потом прогреться. Ну, вообще прогреться надо сначала, конечно, мягко перед соленой ванной. Она будет эффективнее. И теплая соленая ванна. А контрастный дуж, то есть, да, он, ну, вначале было бы неплохо, чтобы заработала кожа. Ну, и потом будет неплохо, когда уже соль поработает. И, скажем так, ну, если уж так ставить вопрос, то, конечно, контрастный дуж в начале. А соль поработает уже, когда кожу вы потренировали. Александр Сергеевич Корень пишет. Андрей Валерьевич, вы говорите, что сахар, даже чистый тростниковый, не дает энергии. Естественно, потому что нам сок стебля, мы не выходим в положительную энергию по таким частям растения. Почему? А почему мы можем давать? Там другое стеометрия. Там не... Мы на фруктовом сахаре можем выйти в плюс, и то в меру. Ничего, мы об этом и обо всем говорили. Что вообще-то углеводы есть во всех частях растения. И не только в тростниковом, не только в стебле тростника. Почему обязательно? Все это есть в ботве свеклы, пожалуйста, где угодно. Различные, простые, сложные углеводы. Ну, вы говорите здесь про простые углеводы. Значит, разве он не превращается в глюкозу в нашем организме, не усваивается клетками? Там фруктовые сахара, там, понимаете, вы ограничены какой-то глюкозой, там сложнее, конечно. Там изомеры разные. Там нет такого вот чисто. Не плодовые части растения, простые сахара, даже уже в готовой форме. Они не... Они стереометрические, там, вот другие, понимаете. И, насколько я знаю, ну вот продают, да, тростниковый сахар, вот эти стебли. Вот берем стакан, еще раз стакан. И вот смотрим, я выпиваю этот целый, там, стакан тростникового, вот этой вот отжатой жидкости из стеблей, да. Без добавления каких-то, там, чего-то дополнительного. И никакой вот энергии я не выигрываю. Может быть, давайте отдельно проверим простые углеводы, вот в этой жидкости. Так? Простые углеводы. Баланс по энергии отрицательный. Ну, а причины, я вам так объяснил в общем. Меня просто настолько подробно это интересует. Я понимаю, что, ну, кстати, там прекрасно, вы когда дочиститесь когда-нибудь, ну, хотя бы до моего уровня, вы поймете, что это невозможно пить. Это не, это не то. Ну, то есть, вот, ну, рано или поздно, когда-нибудь, дай бог, может, вы сами себе желаете, надо вам это или нет, вы даже попаю-то сосать уже лишний раз не будете, ну, что уже тяжечко, тяжело, что легче пососать арбуз. Там прекрасно все чувствуется, что это не та часть растения, которая, то есть, вам сладко, потому что у вас еще искаженные вкусы. Вам кажется, что это зайдет. Как и мед когда-то заходил, и мне заходил. А потом это все уходит. Оно уходит само, если вы по-другому, как Тимошенко, не сможете, значит, что у вас пойдет, как у Широкова, либо не пойдет. То есть, вы это будете топтаться, извиняюсь, на месте, как многие сыроеды, там, фруктоеды. А как спортсмены-бегуны пробегают ультрамарафоны на углеводных келях с сахаром? Да они и на мясе вам пробегут, и как угодно. Причем тут это? А как я, непонятно, как я кручу педали, что вы думаете? Это на углеводах арбуза, что ли? Ну, хорошо, вы можете так думать. Какое, ну, потом подсчитать, если посмотреть, мне крутануть эти педали от этих углеводов, ну, минут пять, понимаете? Ну, считают же. И вам доктор Божьев уже даже все показал и говорит, ребята, еда не может давать энергию, даже в его представлении. Вот. Ну, вы вот углеводные гелии. Я не знаю, с чего делают гелия. Я не буду даже это комментировать все. Каким-то с сахаром. А с чего? С сахаром-рафинадом, что ли? Ультрамарафоны. И почему все чувствуют прилив энергии от чая с сахаром? Слушайте, прилив энергии вы можете чувствовать и от марихуаны, от кокса все чувствуют прилив энергии. Вот. Как бы от кокаина вообще такая энергия придет. Воздействие идет. Воздействие на рецепторы, на различные, на пиатные рецепторы. Ну и что? И придет многих от кофе. Что там в кофе? Энергия, что ли, есть? Ну, просто, ну, смешно. Вы меня извините. Как это работает с вашей точки зрения? Да с какой моей? Не работает это все, то, что вы пишете. Это все работает иначе, да. Причем здесь моя какая-то точка зрения? Тут даже, ну, просто, вы меня простите. Ну, изучите канал тогда опять. Ну, мы же это все уже проходили. Работают механизмы, воздействия. Ну, и что дальше? Причем здесь энергия? Я вам только что привел пример кофе, например, да. То есть у кого что? Кому-то и дается прилив от, например, временной, от радиолы розовой, там, да. Работает. Причем здесь, что они там попили, что туда добавляли в эти коктейли. Ну, в каждом конкретном случае работают свои механизмы, но это точно не вот подача энергии, сахара. Ну, здесь нет конкретики, что из чего состоит. Там даже дело, если вы дадите им апельсиновый сок, там у кого-то будет энергия, кому-то, кстати, и не будет. Там зависит от состояния текущего организма, как оно отреагирует сейчас, насколько оно раскачано. Там же дело не в том, что в цитрусовых стоках углеводов, а прежде всего просто в том, что там идет такой эффект стимуляции. Продолжение следует...